Мы сейчас перейдем к следующему докладчику. Вопросы тогда задавать не будем, если время останется после всех докладов. Следующий доклад у нас Коробицын Артем Николаевич сделает. Название доклада «Невозможное, а возможно? Допустима ли лазер-коагуляция Фавеллы?» Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. В данном докладе мне хочется представить данные нашего лечения хронической центральной серозной хорер-зенпатии с цифровой алярной точкой фильтрации. То есть с точкой фильтрации в авоскулярной зоне. Что следует напомнить, авоскулярная зона – это зона 500 микрон с большой плотностью фоторецепторов. И поэтому большую трудность вызывает лечение данной патологии именно в этой зоне. В данном докладе мы хотим показать наш опыт, наш клинический опыт лечения пациентов на примере нескольких клинических случаев. Центральная серозная хорер-зенпатия – это идиопатическое заболевание, в основе которого лежат увеличения проницаемости хорер-капилляров, фокальная или диффузная диффункция ретинального пигментного эпители, приводящая к развитию серозной слойки нейроэпители. Как правило, по авторам, острая стадия длится до 3-6 месяцев, потом она переходит в хроническую стадию. Актуальность данной проблемы, она велика, потому что затрагивает людей работоспособного возраста и выбивает их из колеи. Скажем так, люди не могут нормально работать и в настоящее время ведется поиск различных методов лечения, которые могут в кратчайшие сроки поставить, скажем так, в строй данную категорию пациентов. Диагностика центральной серозной хорер-капилляров, она не составляет проблем, а основывается на клинической картине и характерных жалобах. В диагностике нам помогает проведение ангиографии, это флоресциновый и эндациониновый зеленый ангиографии в некоторых случаях. В настоящее время у нас проблемы с проведением флоресциновой ангиографии, и поэтому все наши случаи были основаны на проведении ОКТ-ангиографии с идентификацией точки фильтрации с помощью данного метода. Данным пациентам флоресциновая ангиография не проводилась, мы искали точку фильтрации с помощью ОКТ-ангиографии. Для чего же нужна ОКТ-ангиография? На данном примере мы можем показать, например, это буквально несколько месяцев назад, обратился пациент с диагнозом хронической центральной серозной хорер-капилляров. Пациент был направлен для проведения лазер-коагуляции с достаточно высокой остротой зрения. Ему была проведена ОКТ-ангиография, на которой мы выявили наличие хорер-капилляров. Такие пациенты раньше попадали в нашу практику, и им часто проводилась лазерная коагуляция, и мы получали, скажем так, обострение хорер-капилляризации. Это правый, это левый глаз, здесь видно, бессимптомная хорер-капилляризация. Мы получали обострение хорер-капилляризации с прорастанием уже хорер-капилляров в слой сетчатки и ухудшением данного процесса. Поэтому всем пациентам была проведена ОКТ-ангиография для того, чтобы исключить наличие хорер-капилляризации. Соответственно, таким пациентам лазер-коагуляция сетчатки не проводилась. Лечение центральной серозной хорер-капилляризации включает в себя несколько способов таких. Первое, значит, что же делать при центральной серозной хорер-капилляризации? Большинством авторов все-таки рекомендуется при острой стадии выжидательная тактика. До 3-6 месяцев не нужно ничего делать, нужно ждать самопроизвольного разрешения процесса. Но некоторые авторы склоняются, и я, в принципе, с ними согласен, с тем, что выжидательная тактика приводит к повреждению фоторецепторов. И на выходе центральное зрение у данных пациентов может быть ниже, чем после лазерного лечения данной патологии. Интервитериальное введение ингибиторов ангиогенеза, оно необоснованно и неэффективно. Тем не менее, на сегодняшний день попадается много пациентов с хронической центральной серозной хорер-ретинопатией, которым проведены несколько инъекций безрезультатно, и многие доктора продолжают все-таки использовать эту методику. Фотодинамическая терапия с половиной дозы с фотосенсибилизатором, это визудин или фоталон в нашей стране, оно также не представляет интереса, потому что фотосенсибилизаторы, они, скажем так, редкие в нашей стране. Не сертифицирован визудин, фоталон, использование фоталонов в моей практике не дало хороших результатов, и поэтому оставляет сомнения данная методика. Классический подход – это деликатное лазерное лечение. Лазерное лечение эффективно, но его опасается часто, боясь повредить сетчатку. При эксофавиолярной локализации очагов, которые выявляются при факте, точке просачивания в авоскулярной зоне являются противопоказанием для лазерного лечения. Исключением является проведение на сегодняшний момент данной ТПО СМИЛ, различные субпороговые методики. Что же предпринять при локализации точки просачивания в суб- или юксофавиолярной зоне? Под нашим наблюдением находилось 26 пациентов, это 32 глаза с диагнозом хронической ЦСХ с точкой фильтрации в бессосудистой зоне. Всем пациентам было проведено стандартное обследование плюс ОКТ-ангиографии для того, чтобы исключить наличие хоридальной невоскалиризации. Лазерное лечение сетчатки с зонами фавиолы проводилось на лазерной установке Эликс Интегра Проскана 561 нанометра с малой мощностью и короткой экспозицией. Это 10-20 миллисекунд. На основе данных клинических примеров мы хотим показать, какие результаты мы получили. Чаще всего пациенты обращались с достаточно высокой остротой зрения. Большинство пациентов было с единицей зрения. Например, вот здесь пациентка с центральной сирозной хориотинопатии левого глаза. Срок заболевания 3 месяца зрения до лечения 0,7. После лечения мы получили улучшение зрения до 0,8. Точка фильтрации обведена на нижнем снимке красненьким кружочком. Дальше. Пациент 37 лет. Центральная сирозная хориотинопатия левого глаза. Срок заболевания 6 месяцев. Острота зрения до лечения 1. После лечения тоже 1 острота зрения. Третий клинический пример. Пациент 38 лет. Центральная сирозная хориотинопатия левого глаза. Срок заболевания 4 месяца. Острота зрения до лечения 1. После лечения тоже 1. На клиническом примере четвертом мы можем показать, как мы идентифицируем точку фильтрации. Мы проводим ОКТ-ангиографию, и там есть такой режим, когда мы видим, во-первых, аутофлюоресценцию и режим эфейс, мы продвигаем скан и находим деструкцию. Так выглядит пигментного эпителия, которое соответствует точке фильтрации. Именно этой точке фильтрации проводится прицельная лазер-коагуляция коротким импульсом, после чего в течение... Здесь... Это до лечения? Нет. А после лечения снимочек... Да, вот он здесь сверху. После лечения мы видим прилегание отслойки нейропителя через две недели, если отслойка нейропителя по высоте была небольшой. На этом клиническом примере мы можем показать также идентификацию точки фильтрации, которая выделена красным кружочком. До лечения, до попадания в нашу клинику пациенту была проведена лазер-коагуляция лазером 532. Здесь даже, я не знаю, как назвать, полубараж, что ли, какой-то был проведен пациенту. Вот так вот выглядят коагуляты 100 миллисекундные на 532 лазере. Они очень грубые. Пациент отмечает наличие скотом с жалобами. Естественно, ремиссии данного заболевания не происходило. Он обратился к нам через 7 месяцев после начала данного заболевания. Мы провели лазер-коагуляцию непосредственно точки фильтрации, которая здесь обозначена красным кружком. И через месяц мы получили полное прилегание отслойки нейропителя. И здесь снимки, они немножечко по толщине не совпадают, потому что я пытался найти то место, которое мы пролечили, для того, чтобы выявить, как оно максимально выглядит после лазер-коагуляции. Но каких-либо таких следов после короткоимпульсной лазер-коагуляции, точки просачивания, к счастью, мы не обнаруживаем. И здесь только небольшие повреждения пигментного эпителия мы можем видеть. Из 32 глаз, по данному оптической конкурентной томографии, произошло полное прилегание нейропителя. Острота зрения поднялась на всех глазах. На двух глазах из 32 в течение 6 месяцев произошел рецидив центральной сирозной хориоретинопатии. Из другой точки фильтрации, которым была успешно проведена лазер-коагуляция сетчатки по данной методике. Выводы. Что можно сказать? Лазерное лечение с точкой просачивания в зоне фавеллы – это основной способ лечения центральной сирозной хориоретинопатии. До лазерного лечения все-таки необходимо проведение ОКТ-ангиографии, для того, чтобы исключить наличие хориодальной новосклеризации. Она может быть скрытой. И на оптической когерентной томографии, иногда на флюористинной ангиографии, она может не обнаруживаться. Поэтому нам для этого помогает проведение оптической когерентной ангиографии, оптической когерентной томографии в ангиорежиме. Отсутствие жалоб на появление скотом – свидетельствует о щадящем воздействии данных параметров лазера интегра-проскан 561 нанометров на центральной зоне сетчатки. Что следует добавить, конечно, наше исследование, оно не закончено. Мы будем дальше продолжать исследовать данных пациентов, проводить им микро-помметрию для определения центральной светочувствительности, как она повышается у данных пациентов. И, естественно, мы хотим еще определить, все-таки выявить какую-то корреляцию толщины слоя хориокапиллярова для того, чтобы выявить риск рецидива центральной сирозной хориоретинопатии у данной категории пациентов. Артем Николаевич, спасибо большое. Очень интересное сообщение. Но, к сожалению, мы ограничены во времени, поэтому все вопросы... Я не могу, Джей Тагаевич, очень много времени и так потрачено. Мы вопросы вам зададим, скорее всего, в кулуарах. Спасибо большое. Спасибо.